Где рождается счастье? Мне кажется, вопрос на этот ответ, вернее, ответ на этот вопрос очевиден. Конечно же, в роддоме или в перинатальном центре. Вот оттуда у нас есть хорошие новости. Инкубаторы, которые были установлены в июне, смогли спасти уже около 20 детей. Стоит отметить, что дети рождаются раньше срока и, соответственно, их вес критически не соответствует норме. Инкубаторы помогают поддерживать их витальные функции. И, кстати, по теме перинатального центра прямо сейчас у нас есть гость. Я предлагаю к нему, собственно, и обратиться. Заединов Арсен Аблемитович, заместитель главного врача структурного подразделения перинатального центра. Я думаю, он расскажет по всех подробностях, как же происходит появление счастья на свет. Ну и, конечно же, что еще интересного в перинатальном центре происходит? Может быть, какие-то еще манипуляции там проводятся? Помимо инкубаторов, какие-то новые технологии появляются? Я думаю, вы нам сегодня и расскажете. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот хотелось бы более подробно про инкубаторы узнать, которые в июне уже установили и которые спасли 20 детей. Да. Инкубаторы для новорожденных являются экспертными моделями для выхаживания недоношенных новорожденных, преимущественно недоношенных новорожденных, в которых обеспечивается оптимальная среда. То есть такая же, как в утробе матери, для поддержания жизненно важных функций и систем. И, конечно же, для обеспечения возможности доступа медицинского персонала к недоношенным новорожденным, для оказания им той или иной медицинской помощи. Арсен Белимитович, скажите, а чем вообще занимаются в перинатальном центре? Так как перинатальный центр является уникальным структурным подразделением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, по оказанию третьей группы медицинской помощи, то есть третьего уровня, наиболее высокого и самого высокого уровня оказания медицинской помощи по профилю акушества, гинекология и неонатология в комплексе, мы оказываем, конечно, медицинскую помощь самому тяжелому контингенту женщин. Мы оказываем медицинскую помощь женщинам с угрожающими преждевременными родами, с развившимися преждевременными родами, когда происходит рождение, вплоть до глубоко недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела. То есть массой тела от 500 грамм и дистанционным возрастом 22 недели. И эти маленькие крохи попадают, собственно говоря, в руки опытных специалистов, профессионалов своего дела, в отделение реанимации, интенсивной терапии, где, в частности, на высокотехнологичном оборудовании оказывается медицинская помощь. В комплексе это высокочастотные аппараты ИВЛ, аппараты искусственной вентиляции с дополнительными функциями режима вентиляции, кювезы и инфузионные насосы, мониторы. То есть все в комплексе и, конечно, заботливые руки профессионалов, врачей и нанотологов, медицинских сестер, младших медицинских сестер, те, которые днем и ночью в непрерывном режиме оказывают и мониторируют, и оказывают медицинскую помощь. Правильно я понимаю, что, если я не ошибаюсь, нормальный вес ребенка 3600-3800. Неужели можно... Да, когда 500 граммов ребенок, он выживет. Да, на самом деле считается нормальным сроком рождения ребенка от 37 до 42 недель с массой тела от 2,5 до 4 килограмм. Это считается нормой. Все, что меньше вес, это считается низкой массой тела. Все, что больше, называется крупный плод. Конечно, 500-граммовые дети – это особая и очень чувствительная группа. Это вот можно сравнить их, наверное, с бабочками, то есть которым при малейшем неправильном прикосновении мы можем нанести большой вред. И они очень остро реагируют на перепады, вплоть до температуры. Они, наверное, и по размеру тоже вот такие будут крохи. Они совсем крохотные, да, могут помещаться там чуть больше, да, в ладони. И, конечно же, эти новорожденные заслуживают особого, очень особого и пристального внимания. Есть вероятность, что абсолютно здоровый ребенок вырастет после вашего за ним присмотра? На самом деле, эта группа новорожденных является очень высокой на риск развития разных заболеваний. Потому что, конечно, у них возникает ряд определенных осложнений. В частности, это патологии нервной системы, возникают заболевания глаз, органов зрения и так далее. Пищеварительные системы. То есть это те основные сложности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно в отделении реанимации интенсивной терапии. И пытаемся скорректировать ту или иную возникшую патологию. И, конечно же, профилактировать ее развитие, принимая, используя самые современные высокотехнологичные методы лечения и оказания ухода. В частности, мы внедрили уже в этом году непосредственно оказание высокотехнологичной медицинской помощи таким деткам при возникновении ретинопатии. То есть того заболевания недоношенных новорожденных, так как сетчатка является наиболее уязвимым местом возникновения патологии. Для профилактики возникновения нарушений зрения мы непосредственно оперируем таких деток при ретинопатии сразу же в перинатальном центре. В частности, в этом месяце у нас прошло уже две таких операции. Это впервые у нас произошло по высокотехнологичной медицинской помощи уровень 2. И на подходе у нас двое еще деток, которым необходимо оказать такую помощь. То есть правильно я понимаю, что нормальная беременность к вам не попадает, только тяжелые патологические случаи? Преимущественно, да. Вот я еще хотела узнать статистику. Сегодня какая ситуация? Количество сложных родов увеличивается или наоборот? В перинатальном центре количество преждевременных родов, так как в Республике Крым Российской Федерации, остается на прежнем уровне. То есть это проблема... Прежнее? Покойно. Количество преждевременных родов в Республике Крым составляет 8-10%. То есть, и, конечно же, это преимущественно, преимущественно, они концентрируются у нас в перинатальном центре. Особенно роды до 32-34 недель, которые при возникновении которых необходимость оказания помощи недоношенным новорожденным в отделении реанимации интенсивной терапии, которая сопряжена с отделением патологии новорожденных, после которой ребенок выписывается, собственно говоря, домой. Уже под наблюдение медицинского персонала, амбулатор. То есть мы оказываем полный комплекс помощи беременным, новорожденным, вплоть до выписки самостоятельно домой. Правильно ли я понимаю, что один из пунктов того, чтобы не попасть к вам, это правильное, грамотное планирование беременности? Не могли бы вы немножко рассказать об этом? Как запланировать ребенка? На самом деле, при возникновении желания у родителей иметь ребенка, это нужно подойти в настоящем современном мире очень ответственно. Конечно, потому что планировать ребенка нужно начинать как минимум за полгода. А в частности, нужно пройти весь комплекс обследований. Женщине обязательно посетить гинеколога, мужчине – уролога, андролога. Создать комплекс обследований и анализов. При необходимости провести коррекцию, особенно, очень важно, хронических очагов инфекции. Это очень важно, потому что это один из факторов возникновения преждевременных, в частности, родов. И куча разных последствий и осложнений для будущего ребенка. В последующем, это, конечно, коррекция всех жизненно важных органов и систем. И прием определенных профилактических препаратов с доказанной эффективностью. В частности, могу сказать, что наиболее доказанной и эффективной являются препараты фолиевой кислоты в дозировке 400 микрограмм. Это для слушателей будет очень полезно, кто планирует беременность. И едидокалия в дозировке 200 микрограмм в сутки. Эта профилактическая доза профилактирует разникновение патологии нервной трубки плода, то есть врожденных патологий развития плода. Врожденных аномалий развития. И, конечно же, планировать беременность всем. И особенно в настоящий момент не стоит пренебрегать планированной беременности для отца будущего ребенка. Потому что от него это 50% успеха. И об этом не стоит забывать. Большое вам спасибо. Напоминаю, что в гостях нашей студии, к сожалению, время предподошло к концу. Мы благодарим вас за увлекательный рассказ. В гостях в студии Зеединов Арсен Аблемитович, заместитель главврача перинатального центра. Спасибо большое. Я думаю, что многие для себя услышали много новой и ценной информации. Это очень важно. А мы продолжаем наш эфир. Предлагаем вам прямо сейчас посмотреть, о чем же говорят крымские сегменты интернета. Продолжение следует...